Добрый день всем уважаемые слушатели! Мы только что с вами в такой свободной неформальной обстановке познакомились и курс который я прочитаю и в этой неделе мы с вами будем заниматься лидерство теории практика мне кажется он у нас получится потому что в аудитории музыканты косметологи врачи юристы священнослужители предприниматели школьники студенты за плечами каждого из вас богатейший опыт вы руководили или наблюдали как происходят все процессы что это такое заявление лидерство и управления мой жизненный опыт плюс ваш жизненный опыт мои знания и ваши знания вопросы ответы я уверен будут полезны не только вот для нас с вами в нашей здесь аудитории но также и для тех слушателей и зрителей и всех тех кто затем познакомиться с этим видео курсом я хочу представиться меня зовут александр негров я из санкт-петербурга родился вырос в крыму но последние 20 лет живу уже в петербурге и моя жизнь связана с санкт-петербургским христианским университетом долгие годы я был студентом он преподавал работал руководителем это учебного заведения и вот совсем недавно завершил свое служение как ректор и возглавил кафедру лидерологии руководитель высшей школы лидерства и управления и для меня сегодня приятно почетно ответственно вместе с вами заниматься вопросами лидерства и управления вы знаете моя семейная жизнь трое детей младший 18 двое старших уже женаты моя жизнь церковная христианская и профессиональная давала мне возможность увидеть как положительное так и отрицательное лидерство и руководство сознаюсь что как руководитель я допускал ошибки некоторые из них я знаю и буду извлекать уроки а некоторых я не знаю и кто-то может быть просто мне о них не сказал не подсказал но жизнь такова что в общем то когда начинаешь разбираться тогда открываются горизонты и предмет нашего изучения осмысления обсуждения лидерство и руководство очень многогранный очень емкий мы постараемся с вами учиться лидерство и руководство вместе но конечно же учиться нам придется не только в рамках этой аудитории нам в общем то в наших проектах в наших обстоятельствах откроются новые новые аспекты лидерства и управления когда мы с вами говорим о лидерстве и управлении сталкиваемся с тем что существуют стереотипы предубеждения существуют определенные предпосылки мы постараемся наш курс построить так чтобы осветить вопросы лидерства и управления и с богословской и с профессиональной точки зрения и в нашей стране мы можем ставить вопросы о лидерстве и управления как с профессиональной так и с христианской мировоззренческой точки зрения потому что руководители нашей страны открыто исповедуют что они являются христианами мы видим публичных фигур из религиозной среды и светской среды и на мой взгляд есть возможность и пространство для того чтобы мы говорили о лидерстве и руководстве как с профессиональной так и с христианской мировоззренческой точки зрения вообще тема очень интересна и есть люди которые к этой теме относятся немножко фанатично настаивая на то что предмет лидерства и управления самый главный основной и в общем-то нет никаких других знаний и умений и навыков кроме лидерства и руководства потому что это вот все что нужно знать уметь человеку и отчасти уже надоело поэтому люди говорят слушай достаточно лидерство руководство наслышаны хватит или люди говорят я знаю что ты имеешь ввиду я сразу знаю какой ты вкладываешь смысл в лидерство и управление поэтому есть определенная осторожность когда мы говорим о лидерстве и руководстве то мы должны наверняка использовать какое-то рабочее определение а рабочее определение либо они исходят из книг либо они исходят из нашего наблюдения мира своей жизни когда мы видим караван кораблей пробирающий через льдины и впереди идет ледокол мы понимаем вот лидер этого каравана не только прокладывает путь показы но также и помогает тем кто идет за ним когда мы говорим о лидерстве мы говорим о том что оно него необъяснимо и невозможно к восприятию вообще-то разложить точки над и если мы говорим лишь только об одном человеке неоднократно мы с вами будем говорить что лидерство это не соль на исполнение это оркестровая предполагает командный подход кто-то идет впереди кто-то идет за ним кто-то прокладывает путь кто-то является последователем каждый из них играет определенную роль функции я закончил детскую музыкальную школу по классу фортепиано не являюсь исполнителем играю только для с души для себя и для своей семьи но очень люблю музыку слушать особенности люблю слушать трио квартеты оркестры и меня восхищает а то что люди используя различные инструменты играя совсем различные партии иногда инструменты которые в общем то даже не совпадают одни струнные другие там ударные но музыка гармонично которая звучит это все но когда выступает виртуозы понимаешь что это не просто исполнение это много дневный многочасовой труд подготовки и любой квартет любой трио любой оркестр складывается когда есть наверно кто-то кто отбивает такт кто дает определенную команду начали кто наверно подмигивает классно сыграли кто наверно говорит слушайте если бы не музыканты то у меня у дирижера ничего бы не получилось и очень интересно этот церемониал когда заканчивается перформанс оркестра когда дирижер подымает первую скрипку когда дирижер отмечает всех то листов когда музыканты аплодируют дирижеру а он кланится перед всеми говорит вот мы сыграли и моя-то роль была очень маленькая я лишь только руководил рукой водил а все остальные играли лидерство предполагает что кто-то покажет пример кто-то будет первым кто-то отважится кто-то будет мужественным ну и когда уже у него получилось то все остальные тоже могут последовать но стереотипы не лишенная и не в коем мере не укорененная в реалии о лидерстве предполагают всегда некую синемичность с авторитарной властью с дистанцией и когда мы говорим о лидерстве и руководстве люди говорят а ну все понятно речь идет о начальниках и вот тех которые являются винтиками гаечками и к сожалению мы сталкиваемся с тем что люди которые получают определенную формальную власть говорят их как подменили был простым нормальным хорошим человеком поставили его там маленьким начальником а он совсем по-другому себя ведет поэтому мы с осторожностью относимся вообще к этой теме да наверное так получается в жизни что люди которые возглавляют организации церковные коммерческие некоммерческие возглавляют вузы собственные какие-то предприятия часто рассматривают всех остальных как пешек хотя на самом то деле кто играет в шахматы знает что любая фигура важна любая фигура важна и вот здесь умение определить значимость роль каждого стратегии как сообща можно выиграть когда есть определенная цель когда есть осознание а ради чего когда есть ценности когда есть стратегии когда есть определенная возможность делегировать полномочия дать ресурсы и когда сообща что то делается говорят слушай красота победили выиграли наша цель с вами в этом курсе разобраться в цветах и оттенках нашего предмета нельзя говорить о том что существует два цвета три четыре существует множество цветов и множество различных оттенков существует множество комбинаций когда мы можем говорить да ну а вот в такой-то ситуации это не срабатывает мы понимаем что один человек был на одном месте успешен тот же самый человек попал в другую ситуацию в другое место и у него что-то не получается в нашей собственной жизни что-то получалось а потом не получается иногда мы меняем настроение иногда наши люди которые окружают нас меняют настроение мы понимаем что от переменных зависит многое я хотел бы очень коротко в самом начале наших лекций концептуально объяснить наш курс теории практика лидерства для того чтобы мы могли постепенно продвигаться я счастлив тем что моя мама жива мой дедушка жив папа мой в вечности некоторые прародители вечности ну вот по мамы на линии мой дедушка жив ему 108 лет он живет в крыму пара лет назад я был у него в гостях и задал ему вопрос девушка столько лет прожили может быть разобрались что главное в жизни он подумал не спеша ответил мне так самое главное познать добро и замолчал и дал мне возможность разобраться с вопросами какой источник добра какие масштабы добра а в чем суть этого добра дал некий намек самое главное в жизни познать что такое добро очень интересно мой дедушка простой человек труженик прошел войну был в плену наблюдал жизнь встречался с разными людьми и периодически в его устах звучали такие слова которые заставляли задуматься неоднократно он повторял мысль возможно это цитата другого автора я не знаю но я услышал ее от своего дедушки он говорил так говорить то мы умеем кто за нас жить будет можно объяснить лидерство объяснить модели нарисовать схемы можно писать книги о лидерстве и руководстве да но за всем этим стоит еще ответственность жить реализовать в практике лидерство это не просто слова это даже не красивые слова это поступок и совокупность поступков каждый поступок лидерство но одним поступком не отделаешься даже самым хорошим поступком в жизни не заработаешь репутацию навсегда и плохим поступком можно разрушить и потерять все уважение и доверие к себе согласны наш курс он в принципе может войти в перечень вот дисциплин для студентов которая обучается по какой-либо программе юристы врачи теологи управленцы педагоги потому что с вопросами лидерства и руководства мы встречаемся везде вся наша жизнь человек существо социальное наполнено этими процессами лидерства и управления и мы с вами будем говорить о вопросах лидерства и управления с богословской и профессиональной точки зрения этот курс надеюсь будет полезен для руководителей коммерческих некоммерческих предприятий людей которые занимаются христианским церковным служением для тех кто преподает работает в вузах преподаватели я периодически участвую в семинарах провожу семинары на разные темы и часто звучит на этих семинарах или на каких-то краткосрочных курсах ну такая мысль почему я об этом раньше не слышал люди сожалеют о том что они что-то о чем-то услышали так поздно в нашей аудитории школьники и вопрос заключается уместно ли поднимать вопрос о лидерстве об управлении для школьников а мне кажется лидерство управления как мы постараемся объяснить в общем-то это предмет для познания с детских лет и определенной установки и определенный опыт определенный пример и образец который накладывается и воспринимается он становится в общем-то неким таким направлением жизни поэтому воспитательной просветительской точки зрения этот материал будет полезен всем конечно же наша аудитория может быть не позволяет нам провести полномасштабные ролевые игры разыграть сценки сделать это вообще-то ясно и понятно и удобо варима для любых возрастов тем не менее кто работает с детьми с подростками со школьниками молодые люди кто готовится к карьере или уже делает первые шаги в профессиональной жизни этот курс будет полезен для людей опытных для опытных это самое время слушать не соглашаться анализировать воспринимать расширять мысль тем а вот в моей жизни в моей ситуации а вообще-то я имею другую точку зрения поэтому этот курс лишь только приоткрывает двери я надеюсь что он будет полезен концептуальная идея этого курса она разработана вместе с моими коллегами по высшей школе лидерства среди моих коллег психологи педагоги экономисты менеджеры профессиональные консультанты коучи и мы вместе в процессе развития высшей школы лидерства уже у нас есть двухлетний опыт проведения семинаров сессий конференции круглых столов учимся друг у друга дополняем вот знания и компетенции и наша миссия заключается в том чтобы помогать лидерам в повышении эффективности на основе христианских ценностей и профессиональных компетенций друзья в нашем курсе мы отчасти будем повторяться это это сделано для того чтобы мы могли в какой-то мере заложить такой прочный фундамент и мне очень важно чтобы мы с вами были людьми которые ставят вопросы пытаются осмысливать и участвовать активно в душе в и в и в и и в и в и руководстве как вы думаете какие есть источники самые разнообразные наверняка каждый начиная со своего жизненного мира начнет семьи родителей своего воспитания того окружения школьные учителя хорошее которых мы помним и тех которых не особо помним кто-то заразил нас и вдохновил своим предметом кто-то жизненным примером армия здесь есть люди которые проходили воинскую службу какой опыт семейная жизнь это очень новая такая сфера в которой человек понимает как уступать как брать на себя ответственность как уходить от ответственности понимая что означает верность и доверие в самом что не есть таком серьезном смысле этого слова вот этот бакграунд весь контекст моей жизни он тоже наложил определенное понимание что такое лидерство и руководство когда я учился в Санкт-Петербургском христианском университете работал мне удалось бок у бок встречаться с людьми из разных стран континента разных культур разных социальных слоев а когда я выезжал на обучение в Северную Америку учился в Канаде в США защитил докторскую диссертацию обучался в докторантуре южно-африканского университета города Притории и встречался с людьми совсем другими вот этот мой жизненный путь и ваш жизненный путь он помогал нам ну учиться жить с самим собой потому что где бы мы не не были куда бы не переезжали мы отчасти оставались теми же самыми ну мы конечно менялись в надежде мы становились лучше мы учились с вами жить с другими людьми которые не похожи на нас у них другие точки зрения другие убеждения другие подходы стиле восприятия и когда мы видели интересных людей обращали внимание на эффективных на тех которые для нас представляли собой некую модель образец пример для подражания мы для себя откладывали в памяти и может быть задумывались смотри как человек поступает годы назад я был знаком с человеком он в россии приехал в командировку и так оказалось что здесь во время рабочей командировки его подвели и человек который его подвел ну вот как бы заслуживал определенного ну я бы сказал порицания напрашивался вывод с этим человеком больше не стоит ничего делать общего никакой деловой ответственности никакой годы спустя я узнал о том что гость нашей страны оказывает большую материальную социальную и духовную помощь тому человеку который в свое время не оказался хорошим помощником хорошим соратником хорошим компаньоном и вопрос почему это в плоскости нравственности когда человек воспринимает другого и дает ему право быть прощенным а себе не дает право не простить а себе не дает право не переступить через себя и верить в лучшее другого человека видит ценное и вот я увидел что для этого человека те ценности которые его убеждения христианские которым он руководствовался помогли в его жизни быть лидером руководителем который несмотря на промахи ошибки его коллег смог быть человеком созидательным книги другой источник вдохновения и света на лидерство и руководство и написаны ну тысячи книг не вмещают наверно и личной библиотеки того чего бы мы хотели бы в обществе прочитать но и очень часто в этих книгах много чего повторяется но тем не менее написано очень много по вопросам лидерства и управления мой интерес к теме лидерства и управления через призму библии возник когда учился в семинаре я написал две курсовые работы одна была сравнительно анализ силе лидерства нееме и апостола павла а вторая была работа посвящена образу царя в книгах мудрости я хотел бы чтобы мы с вами открыли один текст из книги притчи прочитали небольшой отрывок и вы увидели сколько мудрости вдохновения света наставления предупреждения и рекомендаций содержится только лишь в этом отрывке и библия является книгой которая дает очень много нам не просто полезной информации но дает нам возможность услышать в действительности живое слово с 9 по 17 стихи значит обратимся к книге библии книга притчи 16 глава с 9 по 17 стихи сердце человека обдумывает свой путь но господь управляет шествием его в устах царя слово вдохновенное уста его не должны погрешать на суде верные весы и весовая чаша от господа от него же все гири в сумме мерзость для царей дело беззаконное потому что правду утверждается престол приятный царю уста правдивые и говорящего истину он любит царский гнев вестник смерти но мудрый человек умилостивит его в светлом зоре царя жизнь и благоволение его как облако с поздним дождем приобретение мудрости гораздо лучше золота и приобретение разума предпочтительней отборного серебра путь праведных уклонение от зла тот бережет душу свою кто хранит свой путь погибели предшествует гордость и падению надменность лучше смиряться духом с кроткими нежели разделять добычу с гордыми кто ведет дело разумно тот найдет благо и кто надеется на господа тот блажен вообще книги священного писания содержит столько много мудрости о лидерстве и руководстве что на мой взгляд любому человеку стремящимся повысить свою эффективность Библия должна быть настольной книгой потому что оно дает нам возможность понять себя понять Бога и понять те закономерности законы эффективности и неэффективности мы должны с вами когда осмысливаем вопросы лидерства руководства поставить перед собой задачу познать Бога и понимать Бога потому что он творец всего существующего понимать себя понять других людей которые окружают нас с вами у кого нам учиться я не нахожу лучшего ответа на этот вопрос как прибегнуть вообще-то к словам и к совету Иисуса Христа который будучи здесь на земле богочеловек обращаясь к людям сказал придите ко мне все отруждающиеся обремененные я успокою вас возьмите иго мое на себя научитесь от меня ибо я кроток и смирен сердцем найдете покой душам вашим ибо иго мое благо и бремя мое легко слова Иисуса Христа мы возьмем как некое мотто наставление для нашего курса научитесь от меня это очень важно чтобы наш курс был построен в плоскости христоцентричности чтобы мы всегда помнили что Бог есть и Он участвует в жизни людей в жизни каждого из нас в жизни нашего общества в жизни тех коллективов людей где мы работаем все книг не перечесть и по всей вероятности они являются лишь только производной от той мудрости которая исходит от Бога но есть очень хорошие книги просто прекрасные книги которые написаны книга книг Библия является основой на мой взгляд есть книги которые очень четко систематично разбирать вопросы теоретические методологические и осмысливает историю управленческой мысли есть книги которые ну в действительности вершина профессионализма и может быть лучшие авторы лучшие эксперты и серия книг Harvard Business Review дает возможность вообще-то соприкоснуться с лучшими руководителями из мира бизнеса политики образования есть книги которые не только рассматривают эффективность которую можно оценить как там прогресс материальный но они оценивают эффективность руководителей с нравственной точки зрения и мне очень нравится книга Ховарда Александра Ховарда Данина «Нравственное лидерство» на русском языке очень много новой литературы которая написана зарубежными авторами либо это иудеи или христиане или может быть просто светские люди мне очень нравится книга Билл Хайблс «Отважное лидерство» недавно мне подарили книгу Дэвида Брауна «Моисея менеджменте» 50 уроков лидерства от величайшего лидера всех времен ну и конечно же католический автор священник Генри Ноуэн во имя Иисуса руководство для христиан христианских лидеров эти книги не единственные которые можно было бы порекомендовать это не является ну вот авторы безупречной может быть какой-то экспертизы но это лишь только образцы вообще-то той библиотеки той литературы а лидерство управления которое вообще-то можно было бы прочитать просмотреть и стать соучастником вести диалог с авторами этих книг но обратно я я твердо убежден что для богобоязненных людей для тех кто является людьми верующими слово Божье является светильником ноге и свет стезе нашей помогает нам идти в этом жизненном пути и добиваться успехов о лидер в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok